Еще такой интересный момент в моей голове, знаете, возродился. Еще такой один интересный момент в моей голове возродился, что раньше, когда я что-то думала, что-то говорила, я была как-то более-менее уверена в том, что я говорю, ну, то, что я, что говорю, то и думаю, думаю, я вполне себе трезвые вещи, как бы руководствуюсь на свое мышление. То есть у меня была точка опоры, мое именно мышление, и я, как бы, исходя из него, как-то, да, мысли говорила, и мне казалось это все более-менее правильно. А проблема сейчас, когда, например, уже какой-то, да, появилась какая-то вера, да, хоть и небольшая, она появилась во что-то такое, знаете, уже эзотерическое, то приходит вот это вот сомнение во всех вообще своих мыслях. То есть приходит какая-то такая уже, знаете, может быть, все в моей голове неправильно, ну, или какая-то большая часть. То есть приходит вот это вот переосмысление своих собственных мыслей, своих собственных ценностей, что я делаю, что я думаю, правильно это или неправильно, хорошо это или плохо, то есть, может быть, я в этом тоже ошибалась и так далее. То есть я не знаю, тоже хорошо это или плохо, но пропадает чувство уверенности в себе. Однозначно пропадает. Я не знаю, сколько еще пройдет времени до того, как оно вернется хотя бы в изначальное состояние. То есть сейчас я, допустим, не могу декларировать, да, и быть в этом уверена хоть на сколько-то вообще процентов. То есть у меня всегда есть какая-то сейчас под, как бы, да, я такая на затылке мысль, что а вдруг это тоже ошибка, да, а вдруг это тоже через там полгода мое мышление полностью поменяется, и я буду думать совсем по-другому. Вот, то есть когда встаешь на зыбкую почву, назовем это саморазвитие, да, окей, назовем саморазвитие, приходит такой момент, когда ты начинаешь в некотором смысле разочаровываться в своих собственных суждениях, выводах, ценностях и так далее. То есть оно начинает как карточный домик, рушится, 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 и приходишь к выводу, что я прям вот, знаете, как белый лист, чистая, и такая, знаете, незапятнанная за каким-то здравым смыслом. Это тоже какая-то такая печальная история. Конечно, это шанс заполнить чем-то более ценным, да, это место, это пространство, но какая-то такая тоска и разочарование от какой-то все-таки потери, да, то есть все равно есть чувство, что ты что-то потерял, какую-то часть себя однозначно ты потерял, или хорошо, плохо, не знаю, это, знаете, из серии гусеница превратилась в бабочку, да, то есть один факт, что, как бы, гусеница уже не будет гусеницей, и печалится ей, что она уже не гусеница или нет, то есть, знаете, какой-то такой момент перехода, но хорошо это или плохо, да бог его знает, да, может, ей вообще нравилось быть гусеницей, и она вполне себе счастливо жива. Теперь она бабочка, которая вынуждена летать, что-то там опылять, там, не знаю, и так далее. Какие-то совершенно другие цели у бабочки появляются, да, в числе гусеница, она просто поедала, поедала, поедала травку, да, там, ну, или листик, у нее была единственная цель, то бабочка живет какими-то уже совершенно другими идеями. Вот, и, конечно, вот это чувство потери, никуда от него не убежишь. И отец, Продолжение следует...